Битаргет, что это за продукт? Битаргет это сервис, который позволяет отправлять смс-сообщения или пуш-вытомления абонентам базы Билайн, которые являются потенциальными клиентами бизнеса. То есть Битаргет наш сервис, который ориентирован на бизнес. Как происходит вообще взаимодействие? Бизнес обращается к нам, говорит, что ему нужно продвижение среди определенной аудитории. Все знают, как это работает, на примере рекламы в интернете, контекстная реклама, реклама в соцсетях и так далее. Мы рассматриваем Битаргет как еще один канал для продвижения, который имеет определенные преимущества. По каким параметрам мы можем таргетировать сейчас нашу базу данных, наших абонентов? Это первая категория, социально-демографические параметры. Мы определяем пол, возраст, доход абонентов. Хочу сказать, что даже, казалось бы, такие простые вещи, как пол и возраст, это не данные, которые приходят в однозначном правильном виде, которые мы уже имеем. Это модели, поведенческие модели, которые мы построили на основе алгоритмов машинного обучения с помощью нейронных сетей. Потому что, ну вы знаете, как может быть, на меня может быть оформлено 5 сим-карт, к примеру. Моя, сестренки, папы, брата и так далее. И получается, что все эти 5 симок, они как бы женского рода, им 25 лет, этим абонентам. На самом деле это не так. Поэтому мы, как телеком-оператор, не можем однозначно сказать, кто из наших абонентов мужчина, кто женщина, кому сколько лет. Мы определяем это по данным. То есть совокупность данных про то, как тратит абонент на связь, как часто загружает деньги на баланс, как он пользуется интернетом и так далее. Хочется сделать небольшую ремарку, что данные, они не персонифицированы. То есть мы видим данные в обобщенном виде и как бы соблюдаем закон о персональной информации. Можно предыдущий? Первую категорию я рассказала, социально-демографические параметры. Также вторая большая категория, это гео-таргетинг. Мы можем определять по геолокации, где находятся абоненты. Причем не просто геолокация, а именно регулярное посещение. Посещение, допустим, по выходным дням, по вечерам и так далее. И интересы. Это самая новая вещь. Мы теперь научились определять примерно интересы людей. Это может быть спорт, это может быть недвижимость, детские товары и так далее. Вот это интересы, которые могут быть. Относительно качества наших моделей, они составляют порядка 70-80%. Надо понимать, что эти модели прогнозные. Но это очень даже хороший показатель, принято во всем мире, что около 80% это хороший показатель для прогнозной модели. Я расскажу немного о примерах использования нашего сервиса. Один из недавних и успешных, это к нам обратился магазин Планета Электроники. У них уже есть какая-то своя база держателей, бонусных карт. При этом у них настроена реклама в интернете и так далее. Но им нужна была потенциальная база людей постарше, которые, может быть, не всегда сидят в соцсетях. Может быть, у них не целый день включен интернет. Мы попробовали поискать по нашей базе людей возрастом 40+. Это были люди, которые, получается, интересовались товарами бытовой техники в последние три месяца. Мы нашли достаточно большое количество таких абонентов, направили им смс-рассылку, которая содержала там, ну это уже от клиента идет, скидки и так далее. И у нас была очень хорошая конверсия, порядка 12% переходов на сайт. И, получается, от клиента поступил хороший фидбэк, что в этот день продажи получились очень хорошими, и многие приходили именно за счет того, что они получили смс. Почему мы считаем, что есть преимущество в нашем сервисе? Потому что мы понимаем, что в интернете очень много рекламы и так далее. Это все классно работает, отлично. Но у нас есть такое небольшое преимущество, может быть, особенность, в том, что рекламодателям не нужно пробиваться через кучу конкурентов, которые есть в интернете. Они могут сразу попасть в телефон к нашему абоненту. В то же время со стороны абонента мы получаем согласие на получение смс-рассылок, что указывается в договоре. У нас есть антиспам-политика, то есть абоненты не получают более двух смс-рекламного характера в месяц. И мы никакие данные не передаем клиентам. То есть это все в обезличенном, неперсонифицированном, обобщенном виде. У нас очень много примеров, я так понимаю, не успеваю рассказать. Поэтому на сессию вопросов и ответа с радостью отвечу. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, давайте придерживаться регламента. Быстренько поговорили, чтобы оставить время на вопросы ответа. Аджар, короткий вопрос. Как можно определить, что человек интересовался бытовой техникой в последние три месяца? Сейчас, получается, у нас есть обучающие выборки. То есть, к примеру, мы знаем, на какие сайты заходили. То есть вы просматриваете мой интернет-трафик? Нет, мы не просматриваем ваш личный интернет-трафик. У нас есть, получается, база данных, где есть обобщенные категории абонентов. Но невозможно определить, что я интересовался бытовой техникой, если не просматривать мой интернет-трафик. Но мы не смотрим ваш личный интернет-трафик. Какая разница? Если я, допустим, в магазине для взрослых, то это мое личное. То есть где кончается стиральная машинка и начинается... Давайте мы сохраним этот вопрос. Мы знаем, что это вечный вопрос нашего времени. Однозначного ответа, конечно, вы сейчас от меня не услышите. Я думаю, это предмет дискуссии. Да, конечно. Андрей любит у нас задавать очень каверзные вопросы. Поэтому... Да, спасибо большое, Джар. Следующим спикером у нас будет выступать наш гость из Казахстана. Дархан Аймаганов. Он является специалистом по анализу данных в e-commerce холдинге Choco Family KZ. Пожалуйста. Поаплодируем нашему гостю. Всем привет, большое спасибо. Рад оказаться в Кыргызстане. Большое спасибо организаторам. Отличная конференция. Сегодня утром было сюрпризом, что моя родина что-то там взрывает в сфере электронной коммерции. По крайней мере, было так сказано, что стало для меня сюрпризом. Но символично, что я как раз из электронной коммерции пришел. И хотел бы вам сегодня рассказать о некоторых кейсах, которые имеют место в моем холдинге. Ну и показать, какие из них были успешны, какие не очень, и в каком направлении мы в целом двигаемся. Я сам дата сайентист, аналитик данных, можно по-разному говорить. Мой бэкграунд компьютер сайенс, то есть я вообще был разработчиком, поэтому все решения, которые мы сейчас будем вам описывать, мы решали с помощью кода. Мы не используем Excel или Power BI по ряду причин. Может быть мы субъективны, но все кейсы, которые мы сейчас вам опишем, я и мои коллеги разрабатывали на протяжении чуть более полугода, когда отдел Data Science открылся в нашем холдинге. Немного расскажу о ChocoFamily, поскольку этот продукт в основном локальный, по большей части в Казахстане, и, наверное, мало кто из вас знаком с теми сайтами, которые в нашем холдинге присутствуют. Если пойти слева направо, слева вы можете вот здесь увидеть сайт choco-life.me. Этот сайт занимается продажей купонов, где разные заведения могут предлагать какие-либо скидки, будь это красота, здоровье, спорт, доставка еды, что угодно. И где вы можете по выгодной цене взять какой-либо купон, поучаствовать в какой-то акции и сходить в какое-либо заведение. Следующий сайт у нас ChocoTravel. Это как авиасейлс в России, наверное, и в целом в СНГ. То есть сайт, который агрегирует цены с разных сайтов разных авиакомпаний и помогает вам по максимально выгодной цене слетать в любую точку мира. Здесь все довольно просто. Третий сайт называется ChocoFood. Тут, наверное, можно догадаться из названия. Это сайт доставки еды. Как видите, он здесь номер один, номер один. Мы гордимся тем, что наши продукты являются лидирующими в нашей стране. И также сервис доставки еды является одним из ведущих. Непосредственно в ChocoFood работаю я, но расскажу вам о кейсах с других сервисов, чтобы немного разбавить. Есть сайт доставки линз, называется Landsmark. В принципе, тут все сказано. И сайт iDoctor.kz, где вы можете найти доктора по любому запросу, болит ли у вас зуб, спина, нога и так далее. И там актуальный список врачей, которые регулярно поддерживаются нашими ребятами, чтобы вы могли найти самого хорошего врача, где есть отзывы, рейтинги. И мы, в принципе, мониторим, стараемся максимально актуальную информацию поддерживать. Над горизонтальной чертой показаны сайты, которые мы успели поглотить за время существования. То есть были другие конкуренты на рынке. Например, сайт Bsmart, который также покупал купоны, был поглощен ChocoLife'ом. И некоторые сотрудники из той компании перешли к нам. Далее сайт Aviata.kz не совсем поглотили, объединились вместе с ChocoTravel'ом, чтобы захватить рынок, так сказать, авиабилетов, ЖД-билетов и так далее. И сейчас они в течение года буквально уже стали прибыльными. И все, в принципе, хорошо. Ну, пришли в Aviasales, посмотрим. То есть новая война назревает. Сервис доставки еды поглотил Foodpanda. Foodpanda – это мировая франшиза, также по доставке еды. И на данный момент она в Казахстане также не существует более. И также члены команды Foodpanda пришли на сайт ChocoFood. В целом ассортимент наших продуктов довольно разный. Все они объединены в общей философии делать людей счастливыми. То есть вы экономите свое время за счет поиска каких-то заведений, куда вы хотите сходить. Либо вы экономите время, не обыскивая все сайты авиакомпании, ЖД-компании, находя сразу самые выгодные авиа и ЖД-билеты. Также можете заказать еду довольно быстро, 60 минут, средняя доставка на сайте, заказать линзы, ну и так далее. Хотел бы рассказать о некоторых кейсах, которые мы прибегали в течение работы нашего отдела. По большей части мы работаем с отделами маркетинга, чтобы максимально оптимизировать работу с клиентами. Первый кейс, о котором я бы хотел рассказать, это расчет LTV, то есть lifetime value. Как мы знаем, любой из клиентов, когда приходит на сайт, если мы говорим об электронной коммерции, он может принести какое-то определенное количество денег. И что нам нужно знать, это какой клиент принесет какие деньги, если мы привлечем его из разных каналов. Под разными каналами мы имеем в виду таргетированную рекламу в Гугле или в Фейсбуке, на Ютубе, Инстаграме. Или может быть это какие-то купоны, которые там ребята раздают на улице. И многие-многие другие. Билборды. И что может только прийти в голову. И разные пути привлечения клиентов могут приводить к тому, что некоторые из них могут приносить больше денег, а некоторые меньше. Что это помогает нам в идеале делать? Это помогает нам использовать те каналы привлечения, которые наиболее выгодны, чтобы мы за минимальную цену привлекали максимально выгодные для нас пользователи. И чтобы потом они на нашем сайте оставались. В принципе, я уже проблему описал. Как результат, мы определили возврат инвестиций со всех каналов, которые мы используем на сайте ChocoLife. И мы, в принципе, в отделе маркетинга улучшили стратегию привлечения клиентов. По истечению полугода уже была определенная экономия. Не могу назвать числа, потому что хочу вернуться в Казахстан и еще иметь работу. Но экономия была. И в целом сейчас на всех наших сервисах, начиная с ChocoLife, и в дальнейшем подключились другие продукты, мы рассчитываем стоимость каждого клиента, который он в течение следующего года может нам потенциально принести. Далее, сегментация пользователей. То есть одно дело привлечь клиента и примерно ожидать, сколько денег он может привезти. И другое дело, среди базы наших пользователей, которых огромное количество, выделить тех, которые могут оставить больше денег и в целом быть более для нас удобными. Непонятно, кто сколько может принести. Что мы сделали в данном случае? Мы не использовали какой-то продвинутый машин или тем более deep learning. Мы просто сделали сегментацию пользователей по общеизвестной схеме в мире маркетинга, RFM, Recency Frequency Monitoring. То есть мы разделили пользователей по группам. Recency – это как недавно заходил пользователь на наш сайт, потому что у нас сохраняются логи каждого посещения, каждой покупки, всех действий клиентов, вплоть до разных кликов. Frequency – насколько часто каждый пользователь делал у нас покупки. То есть сколько купонов он купил, сколько раз он заказал пиццу или линзы и так далее. И monitoring – здесь тоже довольно понятно, думаю, сколько денег он заплатил за каждую покупку и в целом сколько денег принес какому-либо сервису. В данном случае мы разработали эту схему, разделили пользователей на разные группы, что также помогло нам в отделе маркетинга таргетированную рекламу определенную предлагать. Если говорить грубо, когда мы определили, какие у нас пользователи более щедрые, скажем так, мы делали более выгодные предложения, которые могут быть им интересны. Если есть какие-то, назовем их студенты, которые брали много купонов за небольшую стоимость, в какие-то развлекательные места, мы, соответственно, рекламу также под них подгоняли и с помощью имейлов, смс-рассылок, либо пуш-уведомлений в мобильных приложениях также делаем. То есть максимально удобно со своей стороны мы можем эффективную рекламу предоставить, чтобы конверсия была максимальной. Со стороны пользователей это выгодно, потому что мне предлагают то, что я физически, финансово могу себе позволить, что будет мне интересно. Поэтому в целом очень хорошие результаты это исследование принесло нам. Предсказание второй покупки. После построения воронок продаж нашему отделу, отделу Data Science, была поставлена задача предсказать, какой человек сделает вторую покупку. Поскольку, как выяснилось, после первой покупки, те люди, которые вторую покупку не совершили, они с очень большой вероятностью отваливаются. Здесь примерная информация по сайту купонов, ChocoLife.me, который просто является самым старшим продуктом в нашем холдинге, и, соответственно, данных там больше всего. 5 тысяч новых пользователей каждый месяц приходит, и привлечение одного клиента стоит столько же N-Ting-Get, тоже немного конфиденциальной информации. Средний заработок с одного клиента, он просто составляет около 10% от стоимости привлечения. То есть это не так уж много мы имеем с определенного клиента. Почему? Потому что только половина совершает вторую покупку, и мы не знаем, какая половина из тех, кто одну покупку совершил. И в результате мы попытались создать модель, которая бы предсказывала, какой человек, скорее всего, вторую покупку не совершит. Используя предыдущие методы, о которых я вам рассказал, о том, как мы делим пользователей по определенным группам, мы также прилагаем им рекламу, чтобы как-то попытаться удержать пользователя, после чего, если посмотрите на вертикальную схему, скорее всего, он станет активным пользователем нашего сайта. Ну, здесь немного маленькую техническую деталь, что мы использовали градиентный бустинг, если кто-то из вас интересуется машинным обучением. В целом модель показала себя весьма неплохо. Сейчас используется для удержания пользователей на одном из наших сайтов, опять же, на сайте ChocoLife, и тестируется. Сейчас я хотел бы рассказать о своей собственной задаче, о которой я знаю чуть побольше. Это сайт ChocoFood, сервис доставки еды, как можно по картинке заметить. Мне была поставлена задача предсказывать количество заказов, которые будут сделаны в определенный день. Задача была поставлена операционным отделом, которому нужно подбирать оптимальное количество доставщиков еды. То есть мы понимаем, да, если их будет слишком много, они будут сидеть без дела, мы будем тратить на них деньги. Если их будет слишком мало, они будут не успевать доставлять все заказы, и общее впечатление от пользования нашим ресурсом будет не самым высоким, и время доставки увеличится, когда оно сейчас является довольно низким. Проблему, в принципе, я писал. Здесь мы тоже использовали градиентный бустинг. Удивительным образом он в обеих задачах, и в этой, и в предыдущей, показал себя достаточно хорошо, и на данный момент тестируется операционным отделом. Максимальная эффективность, которую смогли мы достичь, это плюс-минус 5% от реального количества заказов в этот день, мы можем угадывать на данный момент. Это те кейсы успешные, которые мы успели применить. Есть большое количество других, среди них рекомендательные системы, оптимизация, также движение наших доставщиков и многие другие. Могу на них ответить потом в личной беседе. Всем спасибо за внимание. Спасибо большое. Дашхан, короткий вопрос. Вот Data Scientist, вот прям какие-то потрясающие градиентные бустинги и так далее. А вот нет желания применить это где-то кроме рекламы? Вообще есть огромное желание применить. Мы сейчас активно изучаем моменты, где можно применить нейронные сети, например, компьютерное зрение, либо обработку текстов и звуков, но все отталкивается от задач бизнеса, поэтому как бизнес скажет, так мы и пляшем. Но я не могу сказать, что мои личные интересы замыкаются только на применении в маркетинге и бизнесе. Спасибо. С удовольствием послушаем о ваших интересах на сессии вопросов-ответов. Спасибо, Дархан. Следующим спикером будет выступать Айнура Саганбаева. Пришлось. Это кандидат социологических наук МГУ. И она обладает многолетним академическим и предпринимательским опытом. Слово вам. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всем здравствуйте. Я вот сейчас сидела и думала, и происходит что-то такое символическое. Я только что на предыдущей сессии выступала на первом этаже. И тема моего выступления касалась моего первого бизнеса, которому 21 год. Это CR. Мы делаем социологические маркетинговые исследования. И на этом выступала роль наших исследований, наших данных. И что с ними случается. И на основе наших данных были приняты законы, национальные программы написаны. То есть очень много таких хороших, на мой взгляд, вещей. Я вот про это говорила. Поднялась на второй этаж. То есть вот то, что на первом я говорила, это традиционная социология или традиционный сбор данных. Там анкеты, там вот спрашивают и так далее. Поднялась на второй этаж. Мы говорим уже про бизнес больше, надеюсь. И больше про инновации. И мне очень нравится там LTV. Вот эти все термины, которые там не звучали, а здесь звучат. И очень приятно. И мне кажется, это тоже говорит о развитии данных и что с данными происходит. Особенно нейросети, прям обожаю этот термин, потому что моих два других бизнеса как раз связаны с нейросетями, с инновациями и так далее. Вот сейчас хочу просто поделиться, что такое данные. И что первый и второй этаж отличаются. И надо быстро подниматься на второй, а желательно еще на третий. Иначе мы как бизнес будем потихонечку отмирать. Тот бизнес, который у меня второй, это курс английского языка. Это методика из Силиконовой долины. Я его привезла специально, чтобы страна за 2-3 года максимум, не 10 лет, а за 2-3 года заговорила на английском. Но это другая песня, я не про это. Я просто хочу показать вот на своем втором бизнесе, как я использую данные. Потому что тема моей презентации это данные плюс персонализация равно клиентоориентированность. На самом деле клиентоориентированность, на мой взгляд, это уже немножко устаревающий термин. Мы как маркетологи, как предприниматели должны больше говорить о восхищении клиента. Но, к сожалению, пока у нас ситуация еще не такая, поэтому я оставила то слово, которое должно быть у нас, такой звездочкой, куда мы должны стремиться. Итак, на мой взгляд, это мой опыт, это мое субъективное мнение, на мой взгляд, сегодня данных уже мало. Данных уже достаточно много. Надо уметь ими пользоваться, уметь ими управлять, на основе их принимать быстрые решения. Но самое главное для предпринимателей важны персонализированные данные. От того, что 20% чего-то любят, ну вот знаете, недостаточно. Сегодня я должна знать поименно, несмотря на то, что сохранность даты, вот тот вопрос, который задали Аджару, он действительно такой дискуссионный. Но у меня немножко по-другому, поэтому я смело буду говорить. У меня за каждым данным стоит человек с именем, с фамилией, с возрастом, муж, жена, любит футбол, одевает юбку. У меня все это есть, потому что я хочу свой бизнес делать персонализировано. Я хочу, чтобы когда, ну я буду немножко другие примеры, например, я уверена, что Аджар будет приятно, если она зайдет в кофейню, которых у нас на каждом шагу. Я извиняюсь, но, как это кофе, не эспрессо с молоком, капучино. Вот никого не обижаю. Конечно, есть эксклюзив, но по большому счету капучино везде одинаковое. Мы с вами ищем сервис, персональный подход. Если я зайду в какую-нибудь кофейню, я всем это говорю, но не все кофейни это до сих пор делают, или не умеют, или не ходят, или не понимают, я не знаю. Я бы была бы благодарна и стала бы постоянным клиентом, и мое ЛТВ зашкаливало бы. Оно измеряло бы сотни тысяч долларов, поверьте, потому что я собираюсь жить еще 60 лет минимум. Поэтому это очень важно. Если бы там сказали в кофейне, Айнора, вам как всегда чуть покрепче. Вот знаете, я за это готова платить. Согласна. Да, итак, я думаю, что данные это мало, нужна персонализация этих данных. Что было вчера? Я, опять-таки, первый бизнес же связан с маркетинговым исследованием, я точно знала, что никакое продвижение через газета, радио, телевизор, бегущая строка, билборд просто не работает. Не работает. Я это знала профессионально. Поэтому, когда открывала этот бизнес, я понимала, что работает только сарафанное радио. Только сарафанное радио. И я себе сказала, у меня будет крутой бизнес, я не буду английский продавать, я продаю успех, потому что через английский человек приходит к успеху. Профессиональному, путешествовать, интернет, образование, карьера. Это все через английский, правильно? Это все успех. Я решила, что у меня будет бешеная клиентоориентированность, просто я буду сюсюкать каждого индивидуально и персонально. И понимала, что у меня должно работать только сарафанное радио. Но я, правда, не знала, как его запустить, потому что, ну, вот я не, как, извините, как? Назик. Назик, да. Я не представляла. Назик. Порекомендовала сколько штук. Ну, как-то неудобно, да? Но потихоньку старалась делать. И вот, не буду называть это имя, одна из таких крутых личностей в Бишкеке, она всегда мне говорила, Айнура, я четверым сказала. Вот как ее не увижу? Я даже знаю, про кого вы говорите. Да, я пятерым сказала, я еще двадцати сказала. Вот как человек, как индивид, как биологически, социальное существо, в каждом из нас есть чувство благодарности. Я очень хотела ее отблагодарить, потому что она мне приводила клиентов, и бесплатно. Но фактически у меня не было ни одного клиента от нее. Я всех спрашивала, вы от кого, вы откуда, фейсбук, инстаграм, от друзей, как зовут? Не было, это имя практически не упоминалось. И очередной раз встречаю, я встречаю ее постоянно, очень часто, она опять. Я еще четверых отправила. И вот я такой ступор. То ли повезти ее в ресторан, да, и угостить сделать, это тоже приятно, то ли вот было страшно. А теперь у меня этого нет. Теперь у меня работает сарафанная рада, а дело в том, что надо его оцифровывать. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь я знаю точно, сколько у меня клиентов. Вот поименно, поименно знаю каждого своего клиента. Более того, у меня сейчас база 1807 клиентов. Это вот на курсах английского языка. А вот до сбора вот этих данных и хорошим его использованием, у меня никогда за 4 года не превышало 189. Ни года в жизни. За 4 года у меня было 160, 173, 189 максимум. И вот благодаря тому, что я работаю с данными, с персонализированными данными, у меня сегодня 187 клиентов за чуть больше год. Круто? Круто. У меня теперь есть лояльные клиенты, как я их называю, VIP. Клиенты у них у всех золотая корона. Они пользуются особыми услугами, особым отношением. Я с ними лично общаюсь. Их я тоже знаю поименно. И я с ними пользуюсь. Я очень извиняюсь, Аджар. Ну, я думаю, многие из вас согласятся. Да. Я терпеть не могу смски. Я ненавижу, когда мне спортивный магазин без моего разрешения спроса, мне вот это мой телефон беспокоит, мой любимый телефон. Вот это я не люблю. Я не давала права, разрешение мне прислать смс. И меня это раздражает как клиента. Нет, где-то в любом случае вы дали это право. Как? Подписываясь или регистрируясь. Нет. Вы просто не знали. Нет, иногда просто беру данные. Я не знаю. Потому что есть магазины, где я не покупаю ничего. И они дают рекламу. Вот тоже такой вопрос, да? И тем, кто высылает смски, вот правда раздражает. Вот не делайте вот это. Просто раздражает. Поэтому мы общаемся через пуш-уведомления. Почему? Потому что вот они персонализированы, мои клиенты. И они, ну, как бы знают, что я буду с ними общаться. Они дали добро и так далее. То есть у нас с ними договоренность. Они вошли ко мне в базу. Нет, еще, пожалуйста. Я хочу похвастаться. Вот это, то, что круто. У меня 268 оценок. Они постоянно оставляют оценки индивидуально. Я еще похвастаюсь. У меня, я долго ждала. Вот больше года я работаю с этим приложением, да, собираю данные. И мне все ставили 5, 5, 5. Редко 4. И у меня средняя оценка 4, 9 за качество моих услуг. Круто. Но меня это не вдохновляло, не кайфовало. Я очень ждала в течение года, когда мне поставят двойку. Или кол. Знаете почему? Потому что только такие оценки будут меня улучшать. В лицо мне этого никто не скажет. Никто не любит критиковать и жаловаться. Особенно собственнику это никогда не дойдет. Никогда ваш официант не скажет, что клиент недоволен. Никогда в жизни. Правильно? Поэтому я ждала. И я ее позавчера получила. Я ей позвонила, сказала, Анара, огромное вам спасибо. Я хочу вас пригласить на чашечку кофе и хочу с вами поговорить. Но ей мы уже сделали кучу бонусов, и она из минуса превратилась в огромный плюс. Теперь она вот эту сарафанку, о которой я мечтала, понесет ко всем. И всем будет говорить, Айнура крутая. Во-первых, она слышит клиента. Сразу реагирует, сама лично звонит. И говорит, я вот такую меру-меру приняла, а Дилет больше так делать не будет. Плюс я ее пригласила на чашечку кофе, и на чашечке кофе я еще что-то ей подарю, и это будет правда. Это будет такой мой лояльный клиент, и бесплатно будет мне приводить, я не знаю, надеюсь, сотни клиентов. Так, следующий, пожалуйста. Я извиняюсь. Спасибо. Ну вот я завершаю. Данные – это просто данные. Это просто инструмент. Самое главное – ими пользоваться. И я правда считаю, что их нужно персонализировать. Не знаю, как, кто будет делать, но это очень важно. И вот эти скидки и бонусы, кешбеки, что сейчас еще можно, пуш-уведомления и так далее. Для меня это просто инструмент общения с клиентом. Персонально. А что вам еще? А если я кружочек сделаю? А если вы в осень придете? И так далее. Это просто инструмент для того, чтобы делать клиента счастливым. Только тогда я как бизнесмен буду успешна. Нужно подстраивать бизнес-процессы. Вот на первом этаже кто-то сказал геймификация. Обязательно нужно использовать элементы геймификации, потому что через три года – это мировой тренд – около 70% пользователей всех бизнесов будут миллениалы. Они живут в телефоне. И они любят… У них другие ценности. Они любят «я». Вот «я» про меня, только «я». Поэтому нужно под это подстраиваться. Нужна команда, которая с вами будет работать. И уметь, и понимать эти данные. Если она не понимает, вы один ничего не сделаете. Но самое главное в бизнесе, если сам собственник понимает, зачем эти данные, и что с ними сделать, как таргетировать, как их зазывать, как привязать, какие слова использовать каждому конкретному сегменту, только тогда ваши бизнес-процессы будут подвластны тем данным, которые нужны для счастья клиента. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь. Короткий вопрос. Все-таки мы сейчас поговорили про данные. И вы говорите о том, что каждая данная, каждая, условно, запись у вас имеет лицо, имя и какие-то приятные воспоминания. Как бы вы предложили воспользоваться вашей концепцией, скажем, Аджаре, с клиентской базой, ну или Дархану, там, понятно, у них клиентская база еще больше. То есть есть какие-то идеи на этот счет? Я думаю, мы с Аджарой поговорим, но мне кажется, у нас изначально немножко разные цели по сбору данных и их использованию. Хотя где-то мы пересекаемся, но вот изначально, мне кажется, немножко… Мне нужны данные, чтобы мои любимые клиенты, которые станут счастливыми, они мне бесплатно приводили, ну, делали сарафанку. Я не знаю, какая цель у Аджара, у Билайна. Я думаю, у Аджара цель немножко другая – продавать мобильное приложение для бизнеса, да, чтобы бизнес мог таргетировать. Но это больше с трафиком связано. Я… у меня не про трафик, у меня про то, что мои собственные клиенты, чтобы я с ними персонально работала и делала их счастливыми, у них трафик. Это немножко разные маркетинговые инструменты. Спасибо. Да, следующий спикер. Мы приглашаем Анастасию М. Гости из Узбекистана. Она является редактором спецматериалов, издания о бизнесе и технологиях спот УЗ. Прошу. Спасибо большое. Всем привет. Спасибо за это мероприятие. Все очень здорово организовано. СМИ – это тоже бизнес, но, наверное, это слишком специфично, поэтому мы решили, что я расскажу в целом о том, как Узбекистан становится более открытым, о том, как открывать данные, которые связаны с бизнесом и с экономикой. Как вы знаете, у нас сменилась власть пару лет назад, и с этого момента очень многое изменилось. Можно чуть дальше? Я покажу, как дела обстояли раньше. То есть официальные показатели у нас, можно сказать, были нарисованными. Госкомстат ежегодно докладывал о том, что ВВП стабильно растет. Вот, если бы это действительно было так, мы бы давно стали экономическим чудом. Инфляция тоже у нас стабильно оставалась на низких уровнях. Раньше у нас был двойной обменный курс валюты, то есть был черный рынок валюты и был официальный курс в банке. И рыночный курс на черном рынке, он был в два раза больше. И с тех пор, как прошла валютная реформа, эти курсы уравнялись примерно. Также все иностранцы, которые приезжали к нам, они учитывались как туристы. И говорилось о том, что туристический поток в Узбекистан составляет 2 миллиона. Хотя на самом деле те, кто приезжал с туристическими целями, это было где-то около 250 человек, наверное, тысячи человек. Теперь государства становятся намного более открытыми. Многие данные обнародованы в первый раз. Например, впервые раскрыт объемы золотовалютных резервов, впервые оценили долю ценевой экономики. Это не официальная оценка, но специалисты из Министерства финансов публично назвали, что 50% примерно это нелегальная экономика, к сожалению, пока. Также назвали статистику челночной торговли. Если вы видите, то не видно, наверное, огромная сумма, 632 миллиона долларов. И также ЦБ, Центральный банк, впервые опубликовал сумму внешнего долга. Все эти данные раньше были под запретом. Ну и как мы знаем, открытость таких данных очень важна для бизнеса. Еще? Нет, нет, предыдущий. Нет? Нет, все. Очень важна для бизнеса, для привлечения инвестиций. То есть если инвесторы не понимают, какие правила игры на рынке, не могут точно оценить рынок, естественно, они в эту страну не придут. Поэтому, ну кроме того, что я перечислила, еще очень много разных цифр нам было названо. То есть количество трудовых мигрантов, это более трех миллионов за январь-ноябрь 2018 года. Наша страна очень сильно зависит от денежных переводов из других стран, которые переводят трудовые мигранты. И также рассекретили такие данные, как запасы полезных ископаемых, государственный долг, как я уже сказала, и другие виды информации. Все эти данные, они в том числе используются такими организациями, как Международный валютный фонд, Всемирный банк. То есть они им дают свою аналитику по Узбекистану. Можно чуть дальше, да. И Международный валютный фонд как раз отметил, что это большой шаг со стороны Узбекистана, открыть свою статистику для иностранцев. И мы свои данные теперь приводим к международным стандартам. То есть важно и качество данных. Наверное, прочитаю, не видно, наверное. На странице, национальной странице сводных данных Узбекистана размещены данные Госкомстата, Центрального банка, Минфина, Республиканской торговой биржи, ну и все прочее. Между тем, как вы все, наверное, знаете, на открытых данных бизнес может зарабатывать очень большие деньги. То есть по разным оценкам это 3-5 миллиардов долларов прибыли. Только в США оборот таких компаний это около 115 миллиардов долларов потенциально. Один пример приведу. Это компания Zillow, которая работает с онлайн-базами данных рынков недвижимости. Они анализируют, то есть предложения, спрос, разные сегменты. И на март этого года их капитализация более 7 миллиардов долларов. И эффект от открытых данных во всем мире оценивается примерно от 3 до 5 триллионов долларов. То есть бизнес, он не только работает с собственными данными, которые он собирает для собственных нужд, но и может работать, делать стартапы на открытых данных, предоставлять какие-то услуги. И зарабатывать на этом. Здесь небольшая новость о Узбекистане. Кто-нибудь был в Узбекистане из присутствующих? Да. Слышали о приложении Payme или может быть пользовались? Кто-нибудь слышал? Нет? Вот эта новость о том, что грузинский TBC банк купил контрольный пакет в Payme, она может показаться кому-то рядовой новостью, ну то есть сделка на рынке совершилась. Но для Узбекистана это был большой прорыв, потому что это был первый раз, когда частная компания огласила вот так публично сумму сделки. То есть тем более это международная сделка. Были озвучены и прибыли, и доли, и все такое. Payme это финсех стартап, это приложение платежей. То есть это было первое приложение, которое позволило совершать peer-to-peer платежи, переводить физлицам с карты на карту переводы, оплачивать услуги и все прочее. И за 5,5 миллионов долларов он был приобретен грузинским банком. На первой панельной дискуссии сегодня многие отметили тот факт, что портал открытых данных Узбекистана разместил 5000 датасетов. Это замечательно, но важно также качество данных. То есть все данные, они должны быть, те данные, которыми могут пользоваться, может пользоваться бизнес, могут пользоваться СМИ. То есть не все эти данные, они нам полезны. Но я надеюсь, что в этом тоже будет прогресс. Это уже сделано государственной задачей, и теперь даже предусмотрена административная ответственность за непубликацию каких-то данных. Так что будем ждать развития. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, ну давайте разогреемся. Чувствую, у вас есть что спросить. Но опять же давайте поиграем в Блиц. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Начинаем. Ну что, ни у кого нет вопросов. Вот. Сейчас начали, побежали. Данилар. У меня вопрос руководителю центра, английского центра. У меня такой вопрос. Сейчас видно, у вас компания, она, ну скажем, на медиум уровне, скажем, да, такой маленький, где вы можете с каждым клиентом встречаться. Первый вопрос. Что вы будете делать, если компания будет расти, вы не можете встречаться, ну скажем, пять тысяч клиентами? Так, это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что персонализация, все это проводилось на базе какой-то программы. И что за программа вы использовали? Спасибо. Напоминаю, короткие ответы. Как это? Озумар Гамай. Я очень хочу, чтобы у меня было не тысячи восемьдесят семь клиентов, как сегодня, а ну сто тысяч. Тем более, что я единственный эксклюзивный провайдер этой методики в Средней Азии. Я просто еще не выходила из Кыргызстана. Я скоро буду в Узбекистане, где наши гости. Да, я собираюсь сюда, в Казахстане тоже буду и так далее. Так что их будет много. Как я буду с ними встречаться? Ну, я буду организовать вот такие тусовки. То есть это технический вопрос. Я буду продолжать с ними работать все равно индивидуально. А потом необязательно физически встречаться, да, элементарно позвонить, пусть уведомления отправить, какой-то букет цветов отправить, я не знаю, какой-то еще урок специфический английского или мастер-класс на английском. Ну, то есть это вообще, для меня это вообще не проблема. Я буду это продолжать делать, потому что для меня это кайф, это самое главное. По поводу второго вопроса, это, ну, наверняка, вот кто, если здесь есть бизнес, серым систем очень много, это мобильные приложения. И таких очень много. И я искала, я даже потратила огромную сумму денег, хотела сделать свое мобильное приложение по серым. Вот, в итоге оно не получилось, потому что серым хорошая система стоит очень дорого. И те деньги, которые потратили, большие для меня, они мизер оказались. Поэтому я искала мобильное приложение, я его нашла, у меня мобильное приложение UDS. Да, это такой маркетинговый инструмент по оцифровке сарафанного радио, потому что я знаю каждый клиент, сколько он привел. И поэтому он попадает мне в VIP. И у меня 9 уровней рекомендаций. Кто может сказать, сколько уровней рекомендаций у кого есть? Никто не может, а я могу, причем поименно. Поэтому ищите мобильные приложения, их на самом деле много, но я делала анализ рынка, и на сегодняшний день он не только здесь, он в мире считается одним из лидирующих по функционалу, по совместимости с другими мобильными приложениями, например, с 1С или AirKeeper. То есть он соединяется, и поэтому вы получаете 3D, 4D, 5D информацию как предприниматель обо всем. И самое главное, в своем телефоне. У меня весь мой бизнес в моем телефоне. Как клиент? Вопрос представителей из Алматы, Jokof Family. Там у них есть один проект, что связан не с рекламой, а с HR. Вы могли бы сказать именно про сам принцип? Ваш основатель, про него очень много говорит, про HR вот как вы там выбираете. Ну и сейчас получится короткий ответ, потому что именно этим продуктом наш отдел не занимается, и больше, чем наш CEO сказал на презентации, которую вы наблюдали, мы не можем предоставить. Просто мы над ним не работаем. Так, следующий вопрос. Где руки? И давайте пока отвечают, я уже чтобы бежал к следующему. Ребят, просыпаемся, это еще чуть-чуть и домой, скоро все кончится. Давайте. Потому что иначе мне придется снова терроризировать Билайн за мой интернет-трафик. Да, бегу. Здравствуйте, спасибо всем за презентацию вашу. А, Джар, у меня вопрос к вам. Нет, нет, ничего такого не переживайте. В общем, у вашего сервиса есть конкуренты в Кыргызстане? Именно в том виде, в котором он сейчас есть, нет. Мы, получается, первые среди телеком-операторов, кто такими данными обладает и с ними работает. Но есть упрощенная версия, это коммерческие смс-рассылки, когда по элементарным таргетам, типа геолокации, можно отправить смс-ки, пуш-уедомления. Но так, чтобы, как у нас, интерес и полвозраст-доход пока нет. Чтобы все проснулись. Наверное, вопрос к большим компаниям, у которых большие данные, скорее, Beeline и ChocoFamily. По поводу с BigStown тоже интересно было бы послушать. Есть хоть какое-нибудь взаимодействие с госорганами? Я имею в виду, не типа ФБР использует данные Фейсбука, а типа наш госкомитет по связям запрашивает какую-то информацию. Ну, по Beeline, да, скорее всего, они могут запросить какую-нибудь переписку или еще что-то. Вообще, вот есть какая-то... Расскажите про эту политику, мне просто было бы интересно. Раз-раз. Ну, я немного расскажу. Так как у нас все сервисы, они не связаны с политикой особо, то в Казахстане нас не дергают. Обычно это самая популярная причина. Но у нас есть приложение, я его не показал в презентации, называется «Рахмет», где вы можете оплачивать с помощью QR-кода и получать кэшбэки. И пару раз были серьезные разговоры с Национальным банком Республики Казахстан из-за того, что мы якобы создавали свой вид валюты, и якобы это по законодательству запрещено. Но кроме этого, с госорганами особо взаимодействия не было, так как мы электронная коммерция, и мы не банк, мы не какой-то другой оператор. Наши данные, слава богу, особо государству не интересны. В нашем случае, как вы уже правильно отметили, да, госагентство связи запрашивает определенные данные, но обычно они касаются, допустим, недавно... Ну, недавний запрос, который я помню, был относительно пользователей электронного кошелька. У нас есть продукт «Баланс Ки-Джи», и госагентство связи по всем операторам спрашивало количество пользователей, да. Ну, такие запросы поступают, а сейчас вот мои коллеги параллельно выступают на третьем этаже. Мы бы хотели сотрудничать, не знаю, это будет государство или какие-то... Или это НПО-сектор будет в плане городских данных, да. У нас есть информация по загруженности определенных районов в течение дня, там, и так далее. Да, это можно было бы использовать для того, чтобы решить, где построить, там, больницу, центр обслуживания населения, и как решить проблему с пробками. То есть мы готовы сотрудничать в этом плане, вот, поэтому, как бы, в этом плане, да, мы хотим. Еще вопросы? А еще интересно, есть какое-то взаимодействие с другими банками, ну, например, сотовый оператор между собой обменивает сколько информации. Я поняла, что конкуренты, да, но общие такие соприкасающиеся какие-то области или у Choco Family, например, я даже не знаю с кем, с кем может быть. Ну, вот, есть какая-то общая такая база, вот, как раз на первом этаже и на третьем этаже по городам обсуждали, а, и здесь до этого, да, обсуждали по поводу одного какого-то портала открытых данных. Какую информацию готовы бизнес скидывать в этот портал и взаимодействие вот между бизнесами? Ну, например, скажем, я открываю сейчас какой-то бизнес, и мне вот нужны данные по максимальной загруженности людей в каких-то районах, это верхняя часть города или нижняя. И есть какой-то портал, где я могла бы посмотреть эти данные и куда вот вы можете там тоже скидывать конкурентную информацию? Это билайна, да, больше вопрос, наверное? Ну, по партнерам, я прямо сейчас так сразу не скажу, но, по-моему, нет такого проекта, чтобы были какие-то общие данные. Во-первых, у нас есть, ну, мы не можем передавать данные о наших абонентах третьим лицам ни в каком-то виде, мы не можем этого делать. Единственное, возможно, геолокация, загруженность в каком-то общем виде может быть предоставлена. Но, опять же, билайн очень открытая компания, мы всегда позитивно реагируем на все запросы. Если к нам поступит предложение о чем-то подобном, мы всегда будем готовы поделиться теми данными, которыми мы можем в рамках закона и договорных отношений с клиентами. У меня тоже вопрос к билайну, простите, но очень интересно. Вот смотрите, вот есть разные методы перепроверки официальных данных по доходу на душу населения и так далее. Я думаю, одним из индикаторов могли бы подслужить данные, сколько мы тратим на сотовую связь именно по регионам. Можете ли вы выкладывать в открытый доступ, например, по районам, по областям, сколько тратят в среднем на сотовую связь и так далее, такого рода общую статистику. Было бы интересно просто сравнить с макроэкономическими данными. Спасибо. По поводу можем ли мы эти данные предоставлять, я точно сейчас не могу сказать. Надо будет посоветоваться с коллегами из отдела бигдаты. Но такие данные мы оперируем. Я даже могу, в принципе, назвать цифры какие-то. Есть вообще такая, скажем, модель вообще принятая у телеком-операторов, что расходы на связь примерно составляют около 5% от ежемесячного дохода у абонентов. Таким образом, если у нас там средняя зарплата, точно не знаю, скажем, 15 тысяч сомов, думайте, меньше. Даже если, допустим, 10 тысяч сомов, то 5% оттуда, это сколько у нас, 50 сомов, 50 сомов затраты на связь при зарплате 10 тысяч сомов. Примерно вот такой моделью мы оперируем. Ну и скажем, что, наверное, в массовом сегменте, ну мы все это прекрасно понимаем, но около 100 сомов в месяц считается средним расходом на связь. Вот это если вот массово по всем по всем брать, около там 100 сомов. Ну я сейчас очень примерно говорю, вот, но если, опять же, запрос поступит, мы готовы там в каком-то виде информацию, если это для статистики, я думаю, это можно предоставить, ну там надо будет уже обсуждать детали, в каком виде, как регулярно. У меня вопрос к представителю из Узбекистана, я представляю сам Юг, у меня к вам вопрос, мы с ней лично тоже беседовали, у меня вопрос в формате, как рекомендации, больше, наверное, вот в таком формате будет, когда наш бизнес, сейчас вы знаете, то, что вот это Юг наш и ваша северная часть очень хорошо сейчас взаимодействует, то есть салоны открываем и так далее, у меня такой вопрос, именно у нас в бизнес-сфере очень такой большой информационный голод по территории Узбекистана в сфере бизнеса. Вот очень большой голод информации, когда что-то нужна информация, прям вынужден пойти узнать у кого-то что-то как-то, да. У меня такой вопрос, у вас вот очень хорошее слово веб-сайт есть, оказывается, в формате это есть, и возможность вот этот формат и публиковать новые какие-то инвестиционные возможности совместно с Кыргызстаном. Да, конечно, мы наоборот, мы всегда открыты к таким новостям, но здесь вопрос в том, насколько открыт частный бизнес, потому что частный бизнес, он имеет полное право не разглашать свои показатели, но мы только за, чтобы у конкретно нашего бизнеса исчез вот этот страх перед публичностью, чтобы они делились большим количеством информации, и мы постоянно ищем различные инвестиционные возможности, различные возможности для партнерства, и, конечно, мы публикуем, следите за новостями. коллеги, а можно простой вопрос? В предыдущей секции мы говорили про GDPR и про право абонента на забвение. Вот вам приходилось сталкиваться с попытками кого-то из ваших абонентов потребовать навсегда забыть о нем? Вот, и если да, то с чем это было связано? Я даже знаю, кому ты задаешь этот вопрос. Ну почему? Прям полное забвение. Я не знаю, насколько это возможно в наших реалиях сейчас, но есть, если говорить про смс-рассылки, кто их не любит, без проблем, как бы их можно отключить навсегда. Вы даже от Beeline не будете ничего получать там про какие-то наши услуги. Абсолютно даже... А, по-моему, от МЧС нельзя отписаться. От всего остального, по-моему, можно. А интернет-трафик мой забудете? Если вы нам, да, скажете, чтобы мы вас вообще забыли, ну, наверное, нам мы должны это сделать. Так значит, вы сейчас его помните. Именно ваш. По всей видимости, все так и обстоит. А можно я добавлю? Я немножко вот про доходы, да? Почему я думаю, что расходы на связь не всегда отражают, ну, может быть, не всегда могут помочь в плане картинки о доходах, потому что мы сейчас имеем дело с тем, что у человека может быть и 2, и 3 сим-карты. Вот. И в таком случае нам надо будет с другими операторами объединяться и на одного уникального человека одну картинку по всем трем операторам составлять. Потому что у человека с доходом там 5 тысяч долларов может лежать 3 симки, и на нашей, например, там, 20 сомов в месяц генерится, да? Мы можем искаженную картинку получить. Вот. Я просто пока не забыла, решила сказать, что вот надо будет общую картинку составлять. Именно по этой причине не проводятся в Крымстане опросы по мобильной связи, потому что неизвестно, сколько симок у каждого человека. Поэтому это не репрезентативно, а тем более говорить о доходах невозможно. Еще вопрос. Последний, да, наверное, уже на сегодня. Можете коротко рассказать о каких-то планах на ближайшие, наверное, 5 лет много, да, говорить, слишком быстро все меняется. Ну, вот ближайшие годы какие-то краткосрочные планы в том плане, куда нужно двигаться таким большим компаниям, как вы, ну, либо очень качественным, да, чтобы иметь какие-то вот понятия вообще, куда движется мир, куда движется бизнес, да, в этом плане. Спасибо.